Эпидситуация в регионе остается напряженно-стабильной. С начала декабря в области выявлено 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два района и областной центр находятся в желтой зоне. Без ПЦР-справок пересек границу 571 пассажир. Положительные результаты на COVID-19 сдали четверо из них. Текущую ситуацию по коронавирусу обсудили на очередном заседании оперативного штаба под председательством главы региона Галии Скалиева. Количество случаев COVID-19 быстрыми темпами приближается к 9 тысячам. Только за декабрь опасной инфекцией заразились 705 человек. Регистрация коронавирусной инфекции идет во всех районах и областном центре. Нестабильна эпидемиологическая ситуация в соседних странах. Основными причинами резкого роста заболеваемости стало нарушение гражданами ограничительных мер, начало сезона острых респираторных инфекций, а также пересечение жителями области границы в соседней России. С начала декабря через нее прошли более трех тысяч пассажиров. Без ПЦР справок 571 человек. Положительные результаты COVID-19 выявлены у четырех из них. 373 человека не было допущено через границу наш регион. Теперь касательно насчет водителей. Как вы знаете, сейчас последнее постановление главного государственного врача республики вышло. Все двусторонние, которые идут сообщения водителей, они должны приходить к нам, должны приезжать со справками ПЦР. Вот кто без справки, из 9 тысяч, 3 тысячи, 28 человек были без справки. Мы, конечно, их обследовали и среди них обнаружено 7 положительных результатов. Вопреки всем запретам, жители области продолжают проводить и посещать массовые мероприятия в кафе и ресторанах. С начала месяца выявлено 49 нарушений ограничительных мер. Два материала переданы в суд. Также активно ведется мониторинг социальных сетей с объявлениями о проведении различных предновогодних мероприятий. В ходе такого мониторинга в ресторане «Сиберия» было выявлено нарушение. У нас сейчас на сегодняшний день еще переданы 4 материала. Но сейчас много проводятся банкеты. Вот банкетный зал «Айбат», банкетный зал «Юбилейный», второй «Кайбар Алгабас» и ресторан «Ростан». Они переданы в экономический суд для простановления деятельности этих объектов. Поэтому вопрос по злостным нарушениям жестко будет пересекаться и будет передаваться. Мы их оштрафовали согласно статье 425 и плюс. Передаем экономический суд для простановления деятельности этих объектов. Поэтому вопрос по оперативным мероприятиям у нас будет, наверное, много нарушений. Если будут какие-то мероприятия, конечно, жесткие меры будут приняты. Так, экономическим судом приостановлена деятельность шести объектов. Ресторан «Альбина плюс», «Махпал», «Аделя», «Кафе Марсель», «Гакку», банкетный зал «Айзат». Работа мониторинговых групп продолжается. Начали штрафовать организаторов и участников массовых мероприятий. Пока область в зелёной зоне, но если ограничения будут и дальше нарушать, высокий риск перехода в жёлтую зону. А это повторение сценария, который был весной и летом», – подчеркнул глава региона. Кроме того, Галий Скалиев сказал о большом притоке вахтовиков из Атраусской области, который находится в красной зоне. Порядка 8-10 тысяч тапов на казахстанцев работают на тенгизском месторождении. И, конечно, они могут, если сейчас такое решение обратно примут, чтобы их развозить по домам, то они могут с собой, конечно, к нам вирус привезти. То есть мы идём точно по такому сценарию, который был весной и летом, когда область благополучно месяц-полтора держалась, потом за счёт привозных случаев инфекции с российской стороны и с Атраусской стороны у нас произошла плохая ситуация. Поэтому, ещё раз говорю, нам ситуация, чтобы не ухудшалась, необходимо продолжать карантинные меры. Они несложные на самом деле. Единственное, что сейчас важно, это не проводить массовые мероприятия. Также глава региона призвал частные компании области отказаться от проведения новогодних корпоративов. От того, как мы пройдём этот период, будет зависеть, насколько благополучно начнём Новый год, отметил в завершении Аким Западно-Казахстанской области.